Как известно, все новое – это хорошо забытое старое. Еще в Царской России практически все школы были разделены по половому признаку. Спустя сотни лет образовательные учреждения перешли на смешанную форму обучения. Сейчас многие школы России вновь решили обучать девочек и мальчиков отдельно. К эксперименту присоединилась и 16-я школа города Славенска-на-Кубани. Открыть экспериментальные раздельные классы в 16-й школе решили еще в 2014 году. Тогда и появилось два совершенно разных пятых класса – девичий и мальчишеский классы. Хотелось сделать, конечно, так, чтобы было комфортно детям и чтобы добиться хорошего результата при сдаче ГИА, ЕГЭ и так далее. Конечно же, основной уклон, когда мы создавали эти классы, был на учебную деятельность. В любом случае, конечно же, школа – это в первую очередь учебная деятельность. Ни для кого не секрет, что мальчики и девочки развиваются по-разному. Педагоги 16-й школы учли все особенности. И вот результат – дети из раздельных классов учатся успешнее. Также, по мнению учителей, школьники не смущаются и не отвлекаются на противоположный пол, а значит, больше думают об учебе. И таких моментов немало. Для девчонок нужно один и тот же материал рассказать более подробно, дать точную информацию. У мальчиков же больше работает поисковая деятельность. То есть, они хотят самостоятельно добиться результата иными методами и средствами решить задачу, нежели так, как преподает учитель. И поэтому, конечно же, используя этот индивидуальный подход на уроках, учитель может добиться большего результата, лучшего результата. Побывав на некоторых уроках в раздельных классах, мы убедились – дисциплина здесь действительно отличная. К тому же, учителям легче разобраться в специфике обучения детей определенного пола. Например, на уроках труда девочки учатся готовить, шить, познают правила этикета, а мальчики готовятся к службе в армии. Я считаю, что мальчишеский класс – это тоже очень хороший эксперимент, что это будет лучше для школы, потому что наш класс занимается карабинами, шашками, внеурочная деятельность. Уже есть весомое доказательство эффективности раздельного обучения. Девочки во многих районных конкурсах занимают призовые места. Наш класс очень сплоченный и дружный. Мы очень гордимся своими достижениями. В прошлом году мы заняли первое место на конкурсе «Строи песни». Также мы взяли гран-при. И в этом году мы заняли третье место на конкурсе «Поющая Кубань». Также мы стали лучшим классом в своей школе по результатам прошлого года. Впрочем, раздельное обучение не мешает ребятам общаться между собой. Все праздники, конкурсы, поездки проходят совместно. Но о результатах данного эксперимента пока судить рано. Итог будет виден после сдачи выпускного экзамена в девятом классе. А пока можно наблюдать положительные аспекты, которые отмечают и педагоги, и родители, и сами ученики. Надежда Калинина, Александр Косицын. Программа «События».